Королевская ложь В фильме также снимались Нэнси О'Нейл, Роберт Борвик, Джильберт Эмери, Аллан Роско, Фредерик Бёрд, Кэрол Нэйш. В конце концов, нет причин, по которым короли и королевы не могут быть простыми людьми. Хотя есть все причины для того, чтобы простые люди были королями и королевами. Луи, одиннадцатый. Луи, одиннадцатый. Субтитры создавал DimaTorzok Мне что-нибудь передать, герцогу? Нет, ничего не нужно. Прекрасно, сэр. Здравствуйте. Что? Нет, сударыня, это не санитарная служба. Это королевский дворец. Вы ошиблись номером. Ничего страшного. Его Величество нет? Да, сэр. К нему Маркиз Бёртон, сэр. Пусть войдет. Его Превосходительство, министр иностранных дел. Ваше Превосходительство. Как идут дела? И где Его Величество? Он вышел, сэр. Полагаю, прогуляться. А Ее Величество готовится к путешествию. Сегодня во дворце склошная суета. Когда вернется король, и когда уезжает королева, из дворца отправляется в четыре, корабль отчаливает в шесть. Я должен увидеть ее до отъезда. У меня для нее важное сообщение. Я передам Ее Величеству, что вы заходили. Полагаю, король весьма печален отъездом королевы. Да, сэр. Он действительно опечален? Опечален, опечален. Его Величество вышло. Ее Королевское Высочество, принцесса Анна. Ты один? Да. Фредди. Дорогая. Дай мне скорее сигарету. Как же меня утомила моя мать. Ты знаешь, что она сказала? Чтобы я уладил все дела до того, как она отпудет в Америку. Да, она всегда поднимает бурю в стакане воды. А сейчас пытается играть во власть, пока отец вышел. Она пытается всеми помыкать, но со мной этот номер не пройдет. Я не отец. Я сама решу, как мне жить. И могу я узнать, когда ты начнешь это делать? Как только она отбудет в путешествии по Америке. Представь, утром она открывает газету и узнает о том, что ее дочь сбежала. Ты ведь сбежишь со мной, Фредди? Конечно, Анна. Мы все будем делать вместе. Какой ты милый, Фредди. Ты ведь ради меня на все готов, правда? Я на все готов ради тебя, но не хочу, чтобы ты чем-то жертвовала. Тебе этого не простят. Мне и не нужно, чтобы меня прощали. Я хочу оказаться как можно дальше от этого болота. Я хочу быть свободной и счастливой. Да здесь никто и не вспомнит обо мне ни разу, когда меня не будет. Твой отец? Да, отец. Но он не будет против. Он все поймет. Он и сам хотел бы быть свободным. Отвечуся от престола? Он не сможет. Он просто не осмелится на такой шаг. Он побоится матери. Она не позволит ему этого сделать. Ты же ее знаешь. Да уж. Ну что это за работа? Просто занимать трон. Долг. И мне с рождения внушали эту ерунду. Я хочу наконец подумать о себе. О своем собственном счастье. Я сбегу отсюда. С тобой. Жду не дождусь этого дня, Анна. Стараюсь быть терпеливым, но не могу больше ждать. Это просто невыносимо. Фредди милый. И для меня это настоящая пытка. Но мы должны дождаться отъезда матери. Что ж, желаю ей доброго пути. Ее Величество Королева. Его Величество еще не потрудился вернуться? Нет, мадам. Он забыл, что я уезжаю через час, и он должен сопровождать меня в порт при параде. Конечно, Король помнит об этом, Ваше Величество. Тогда почему его все еще нет? Разве он не должен быть обеспокоен и опечален моим отъездом? Волноваться за меня? Какое невнимание? Не говори глупости, мама. Отец уже совсем скоро будет здесь. Да хоть бы и так. Все равно он должен был поговорить со мной, прежде чем куда-то уходить. К вам приходил Лорд Бёртон. Он сказал, что у него есть для вас хорошие новости. И он зайдет позже. Тогда я подожду прямо здесь. А вы двое идите и готовьтесь к отъезду. Да, Ваше Величество. А генерал Норфен не заходил? Нет, Ваше Величество, его здесь не было. Ах, не было. Надеюсь, больше мне не придется созерцать его физиономию. Однако ты сильно расстроишься. Если он не придет, пожелай тебе счастливого пути. Мне не нужны его пожелания. Он мне неприятен. Непонятно, что он вообще здесь делает. Однако, если бы не он, у нас давно была бы республика. И где бы ты тогда была? К счастью, подобное нам не грозит. Слава Богу. Слава Богу, наш народ нам верит и поддерживает нас. И монархия не пойдет никогда. Ах, этот король. И где он шляется, когда он нужен здесь? Мама, не волнуйся, у нас еще полно времени. Твоему отцу его всегда не хватает. У него даже на то, чтобы побриться, несколько часов уходит. Анна, когда ты сама станешь королевой, ты поймешь, сколько забот лежало на моих плечах. И что мне приходилось переживать каждый день. Итак, мама, ты отправляешься в Америку развеяться. Развеяться? И ты могла подумать, что я отправляюсь в Америку ради удовольствия? Я отправляюсь трудиться на благо моей любимой страны. Все, что я когда-либо делаю, это ради блага моей страны. Ну? Да, мэм. Генерал Норфен вместе с маркизом Бертоном, мэм. Вот видите, появились важные дела короля. Нет. Я сама приму маркизм. Да, мэм. Я все выскажу королю о том, что думаю по поводу его поведения. Его превосходительство, министр иностранных дел. Его превосходительство, премьер-министр. Ваше Величество, Ваше Величество, Ваше Высочество, Ваше Высочество. Господа. Мне сказали, мэм, что Его Величества нет. Так оно и есть. Но мне необходимо обсудить срочное дело. Можете обсудить его со мной. Я скоро уезжаю, и нам некогда ждать короля. Мэм, я только что говорил с лидером, революционером Фельманом. Ну и что, вы постоянно с кем-то говорите, генерал? Но готовится настоящая революция. Революция? Фельман никогда не осмелится на нечто подобное. Да, но он не единственный из революционеров. Их очень много, сотни, тысячи. Они намерены свергнуть монархию. Вы уже арестовали этих сумасшедших? Мы арестовали несколько сотен человек. Но для таких преступников должно быть одно наказание. Смертная казнь. Ну так казните их. Видите ли, мэм. Возможно, вы не знаете. Но согласно нашей Конституции... Можете не рассказывать мне про Конституцию. Ее написал мой прадед. Продолжайте. Тогда вам известно, что политический преступник может быть казнен только по указу короля. И что? И королю необходимо срочно подписать 50 таких указов. И они уже добрую неделю валяются у него на столе. Это правда, Рэнтон? Да, мэм. Повторяю, ситуация критическая. Их необходимо казнить. И немедленно. Не беспокойтесь. Их казнят. Его величество, король. Добрый день. Где ты был? В Королевском зоопарке, моя дорогая. Я там наблюдал за пингвинами. Мне нравится наблюдать за пингвинами. Они ходят совсем как люди. У нас сейчас нет времени обсуждать пингвинов. А в чем дело? Мне только что сказали. Ты забыл подписать указ о казни сотен опасных преступников. Что это сказать? Я, сэр. И готов повторить это еще раз лично вам. Не стоит. У меня в голове не укладывается, как можно быть таким беспечным и безответственным в столь серьезной ситуации. Разве ты не понимаешь, что если их не остановить, сейчас под угрозой окажется все королевство? Дорогая, ее величество абсолютно права. Господи. Ну что вы от меня-то хотите? Ты должен подписать указы о казнях. Они уже несколько недель валяются у вас на столе. На мое? Где? Где? Вот какие-то бумажки. Нет, нет. Это ерунда какая-то. Куда они подевались? Рентон, куда делись эти бумаги? Боюсь, это моя вина, сэр. Я отнес их сэру Чарльзу, чтобы он ознакомился. Тогда иди сейчас же в его кабинет и принеси их обратно. Да, сэр. Вот видите, я тут ни при чем. Увольте его немедленно. Надеюсь, это ты не забудешь сделать. Я с ним потом поговорю. Вы подпишите указы уже сегодня. Генерал, не беспокойтесь, я все сделаю так, что... Не беспокойтесь, я об этом позабочусь. Вот видите, какая ответственность. Полагаю, лорду Бертону тоже есть что нам сказать. Это так, Бертон. Надеюсь, вам понравится то, что я скажу. Я рад и горд сообщить вам, что выполнил то ваше поручение. Хорошо. Рассказывайте. Час назад я получил телеграмму от министра иностранных дел Грета. Да, и что в ней? Полагаю, они согласны на свадьбу между принцем Грецким и нашей принцессой Анной. Что? Это решено? Почти. И добавлю, что это стало возможно только благодаря стараниям вашего величества. Дочь моя, наконец ты выйдешь замуж. От всей души поздравляю вас с этим событием. Мои поздравления также. Это поднимет престиж нашей страны. Поздравления? С чем? С тем, что нам всем так повезло. Анна, у тебя будет блестящая партия. Блестящая партия? Вы все решили за меня. Меня даже не спросили. Вы что? Я вам все объясню. Дело в том, что из дипломатических соображений следовало держать эти переговоры втайне. Поэтому об этом не было сообщено даже вам. Ах, вот как. Это похоже на сделку. Да. Они гарантируют, что вы станете императрицей Грета, когда придет время. Потом старший сын унаследует трон, а младший сын... Младший? Два сына? То есть я обязана родить двух сыновей? С чего вы взяли, что я смогу? А если я не захочу? Анна, ты ведешь себя неприлично. Вот именно. Это неприлично, ужасно, отвратительно. Анна, немедленно возьми себя в руки. Ты меня слышишь? Папа, ты же любишь меня. И понимаешь. Неужели ты допустишь этот кошмар? Неужели ты позволишь им сделать это? Дорогая, успокойся и иди к себе. Мы поговорим об этом позже. Идем со мной. Иди с матерью, Анна, и не плачь. Не надо. Я с ней поговорю. Бедняжка. Она смирится, когда осознает всю важность. Важность? Это будет важнейшей дипломатической победой. Нет, нет, послушайте меня. Я знаю, что всем вам хочется славы. Но я также знаю, что не доверюсь счастья моей дочери, принцу Уильяму Грецкому. Это исключено. Вы ошибаетесь. Это совершенно неприемлемо. Но, Ваше Величество. Эта доля не обсуждается. Ваше Величество. Будь он хоть трижды королем, он не помешает этой свадьбе. Все уже решено. Все уже заверено и подписано. Считайте, они уже поженились. Хорошо, хорошо. Полагаю, лучше нам уладить последней формальности, пока королева еще здесь. Она, как и мы, полностью поддерживает эту свадьбу. Да, но она уж слишком навязчива. Король хоть знает свое место. Но иногда она может быть полезной. Да, тут вы правы. Она обставит все так, что американцы сочтут за честь пожать нам руки. Впрочем, что нам до американцев? Меня куда больше беспокоит этот Фельман и его революционный заговор. Фипс? Да, сэр. Куда делась папка с бумагами? Прошу прощения, Ваше Величество, я спрятал ее в надежное место. Надеюсь, ты подыщешь для них другое надежное место и сообщишь об этом и мне. Договорились? Да, сэр. Дело в том, что Ее Величество обнаружили прошлое место и выкинули все бумаги. Не волнуйся, Фипс. У всех бумаг есть папеи. Да, сэр. Неужели ты думал, что я полный идиот? Нет, сэр. Знаешь, Фипс, у тебя есть передо мной преимущества. Нет, сэр. Вы зря думаете, будто я хорошо умею играть в шашки. Не говори глупости, Фипс. Я и сам хочу, чтобы ты играл как можно лучше. Я договорюсь, чтобы тебя специально обучали. Мне не с кем больше играть. Ты тут единственный, кто умеет. Я раньше думал заинтересовать шашками королеву. Но, похоже, она не оценила этой игры. Удивительная женщина. Потрясающая. Но шашки не любит. На этот раз Ваше Величество будут играть белыми? Ну, разумеется. Вот так. Смотрите, Ваше Величество, вы уже можете съесть. Правда? Вижу, ты часто играешь в Фипс. Скажи мне, Фипс, у тебя есть дети? Шестеро, сэр. Полагаю, все сыновья. Нет, одна дочь, сэр. Замужем? Да, сэр, замужем. По любви? К сожалению, да. Влюбилась в какого-то фермера. И должен вам сказать, нас с женой это довольно сильно разочаровало. Ты и хотел, чтобы она вышла за кого-то другого. Да, сэр. Мы надеялись на более подходящую партию для нее. Человека нашего круга. Из двора. Она счастлива? Да, сэр. Полагаю, она счастлива в своем мещанском понимании счастья. Простите, сэр. Звонят в дверь. Да-да, Фипс, посмотри, кто там. Да, сэр. Папа, нам нужно поговорить. Да, милая. Наедине. Ладно, Фипс, машите. Следующий ход за мной, сэр. Папа, я хочу, чтобы ты мне кое-что объяснил. И прошу, скажи мне правду. О чем ты? Ты знал об этом ужасе, который они задумали? Неужели ты с ними? Нет, я не знал. Как же я рада, папа. Они не решат свои проблемы за мой счет. Ты хоть знаешь, кого они тебе просят? Принца Улима? Нет, но я видела его фотографии в газетах, в окружении придворных дам. Тебе не стоило читать газеты. Да всем известно, что он дамский угодник. Если я выйду за него, надо мной будут смеяться все. Да и не только о том. Нет, папа, я не хочу. Я не выйду за него. Вот мое последнее слово. Если хочешь, выгони меня. Но я за него не выйду. Ну, милая, за кого-то тебе придется выйти замуж, чтобы продолжить наш род. Меня это абсолютно не касается. Мне все равно. А если им нужны двое мальчиков, так пусть усыновят кого-нибудь. Мне надоело жить по указке. Не хочу. Ну, у королей тоже есть свои преимущества. Я бы не советовал тебе от них отказываться. Пап, ты не понимаешь. Для меня это действительно серьезно. Когда я иду по улицам и вижу нищих попрошает, я думаю, что мы... Я знаю, знаю, ты думаешь, что уж они-то точно могут делать все, что им сбредет в голову. И даже завидующим в этом. Я тебя прекрасно понимаю. Я сам испытывал нечто подобное в молодости. И что? Думаю, счастье в том, чтобы обрести так называемую свободу. Нет, нет, нет. Я стал королем. И ты хочешь быть королем до конца жизни? Ну, все зависит от того, как я буду с этим справляться. Тебе не о чем беспокоиться. Ты прекрасный король. Благородный король. Ну, думаю, это дело вкуса. Взять хотя бы вот Рентона. Он не королевских королей, но предан идеям монархии. Я уверен, что он до последнего останется во дворце, защищая монархию. И его последние слова перед смертью будут... Да здравствует король. Ты ошибаешься. Рентон с радостью отправился бы в изгнание вместе со мной. Ну, ты откуда знаешь? Ну, мы как-то говорили с ним об этом. Ну, тогда понятно. Мы как раз о вас говорили. Да. Да. Что бы ты сказал, если бы узнал, что я решил отречься от тебя? Ты бы стал беспокоиться о своем будущем, искать возможность остаться во дворце? Или стал бы кричать, нет, нет, тысячу раз, нет, только через мой труп вы покинете престол? Или подумайте про себя, ну и правильно, старику давно пора освободить свое место и отправиться на покой. Я бы сказал, Ваше Величество, что останусь верен вам, какое бы решение вы не приняли. Спасибо, Рентон. Спасибо, это все, что мне нужно было знать. А теперь позвольте спросить, вы и правда об этом думаете? Возможно, тебя это разочарует, но потом меня и в мыслях такого нет. Вот бумаги, которые вы просили. Я что, просил какие-то бумаги? Да, сэр, указы о казни заключенных. Так ты их нашел? Да, сэр, уже с вашей подписью. Ну тогда уноси их обратно. Да, сэр, это все? Да, это все. Ну и как давно это продолжается? Что? Ваш роман. Откуда ты знаешь? Королю все известно. Это во всех учебниках пишут, если ты их читала, конечно. Папа, ты должен мне помочь. Ты единственный можешь мне помочь. Я знаю, но ты еще не сказала, как долго это продолжается. Четыре месяца. Мы влюбились. Что тут поделаешь? Можешь мне не объяснять, и что вы намерены делать дальше? Мы собираемся сбежать во Францию, пока мы в Америке. Ведь Франция свободная страна, да? Да, это так. Мы сбежим туда, поженимся. Прадед найдет какую-нибудь работу. Он умеет писать, рисовать, много чего. Мы нарожаем детей, и будем счастливы. А ты приедешь к нам в гости. И на третий день моего пребывания Рентон спросит твой отец, что решил здесь поселиться? Он такого не скажет, он тебя любит. И к тому же он слишком добрый, чтобы сказать такое. Надеюсь, ты не позабыла его происхождение? Конечно, не забыла. Кстати, он весьма богат. Ясно. С финансовой стороной его семьи все в порядке, но они мещане. Вовсе не мещане. И тем не менее, они не нашего круга. А мне все равно. Мне нет дела до его семьи. Я люблю Фредди, и ничто на свете не помешает мне выйти за него. Боюсь, твоей матери это не слишком понравится. По-моему, опять звонят. Ее Величество Королева. Вы не забыли, который сейчас час? Половина четвертого, верно? А вы двое все сидите и разговариваете, разговариваете, бог знает о чем. И вам дело не до того, что через полчаса я отправляюсь на другой конец света, в Америку. В эту варварскую страну. Она не варварская. Нет, варварская. Я это видела в фильмах. А это здесь еще откуда? Так, это совсем не важно. Ты собираешься переодеться перед отъездом? Да, разумеется. И если вы обе считаете, что это необходимо, то я... Тогда тебе стоит потолопиться. Мы покидаем дворец ровно в четыре, и ты должен быть при параде. Теперь по дороге в порт нас будут снимать фоторепортеры. Надеюсь, и меня не будут снимать. Я всегда ужасно выхожу на фотографии. ПОДПИШИСЬ! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Пока я буду в отъезде, я хочу, чтобы вы лично позаботились о том, чтобы ничто не помешало приготовлением к свадьбе моей дочери с принцем Уильямом Грецким. Вы поняли? Да, Ваше Величество. И еще, через два месяца у ее королевского высочества день рождения я велела дать бал в честь этого события. Позаботьтесь, чтобы все прошло как нужно. Да, Ваше Величество. Анна, как жаль, что я вынуждена уехать именно сейчас, когда будет объявлена твоя помолвка с принцем Уильямом. Но я отбываю по очень важным делам. Я еду выполнять свой долг. И хочу, чтобы вы оба помнили об этом, пока меня нет. Не беспокойся, мама. Мы и сами со всем справимся. Мы будем стараться в меру наших скромных сил. Первым официальным мероприятием после отъезда королевы стал бал в честь дня рождения принцессы Анна. Продолжение следует... Не понимаю, как я Величество могла такое пропустить? Дева государственной важности в первую очередь. Нет, я не проиграл. Не проиграл. Говорю тебе, перестань морочить мне голову. Я же вижу, что не проиграл. Говорю вам, эта партия проиграна. Не упорствуйте. Это же совершенно очевидно. Бесполезно это отрицать. Ваше Величество у меня срочное. Подожди, подожди. Но это очень серьезно. Дай мне договорить. Ну, сад, послушайте. Так вот, я же говорю, я не мог проиграть. Ваше Величество проиграли. Я не проиграл. Я... Ну что? Ваше Величество, Ее Высочество принцесса Анна послала сказать вам, что все ожидают вашего появления на балу. Ах, да. Держи. Спасибо, сэр. Его Величество, король! Держи. С днем рождения, дорогая. Пришло время нам взяться за оружие, чтобы отстаивать наши права. Мы не можем дольше ждать. Мы должны немедленно объявить о начале революции. Немедленно! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну что еще? Простите, сэр, но это очень срочно. Фрейдин, ну что могло случиться? Ты сказал что-то с парламентом? Да, сэр. Парламент только что объявил о самороспуске. Председатель заявил о своем уходе. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это же наш шанс. Какой шанс? Для нас, Фредди. Благодаря этой революции мы сможем сбежать отсюда. Дочка, я не понимаю, о чем ты говоришь. Я бы давно сбежала, но мама слишком внимательно за мной следила. Но сегодня всем будет не до меня. Будет много других хлопот, ну и что? Это наш последний шанс. Я выхожу замуж через неделю. Если я не сбегу сейчас, то когда? Сейчас не время думать о любви. Мне все равно, что происходит. Меня это совершенно не касается. Я хочу выйти замуж и быть свободной. И ты не осмелишься помешать мне сделать это. Порой ты напоминаешь мне свою мать. Похоже, началось. Там что-то происходит. Посмотри, там, у церкви. О, Господи. Они подходят ко дворцу. Ваше Величество, все офицеры уже отрапортовали о своей готовности. Мой отряд уже в вашем распоряжении. Отлично. Ваше Величество, бежим отсюда. Хорошая мысль, а ты знаешь, куда? Нам надо идти. Да, сэр, во дворец. Ты прав, та безопаснее всего. Идемте. Простите за беспокойство, Ваше Величество. Мы принимаем всевозможные меры для охраны дворца. И тем не менее... Ну, говорите, говорите, рассказывайте мне все как есть. Да, сэр, давайте, заходите сюда, вносите их. Они уже у самого дворца. Отойдите от окна. Я хочу посмотреть. Нет, тебе нельзя тут находиться. Почему? А это зачем? Мешки с песком. Они защитят вас от пульса. Почему приказу? Генералу Норфина, сэр. Так мило, что он так заботится о моей безопасности. Но уберите их отсюда немедленно. Не хочу, чтобы весь дворец был в песке. Да, сэр. Выносите мешки. Каждый взял по два. Спасибо большое, спасибо. Не за что, сэр. Все будет так, как вы скажете. А это вам кто сказал? Это само собой разумеется. Спасибо. Спасибо за помощь. Спасибо вам, сэр. Я могу идти? Можете идти. Я уже подумал дать ему медаль. Полоска готова? Да, сэр. Дорога свободна? Да. Тогда поторопитесь. Папа, мы сбегаем? Я нет, а ты да. И Рентон едет с тобой. Я не могу. Вы хотели сбежать, вот ваш шанс. Но как мы это сделаем? Вы доезжаете до порта и уплываете отсюда на первом же корабле. А пока ты идешь наверх, собираешь вещи, не забудь зубную щетку. Папа, я поверить не могу, что убегаю из этой тюрьмы. Я так счастлива. Ваше Величество, мы не можем. Не спорь с ним, Фредди. Мы едем, мы едем. Да-да, Анна, и поторопись. Да, конечно. Спасибо тебе, папочка, спасибо. Ты не представляешь, как это для меня важно. Я так счастлива. И ты ведь тоже счастлив, правда? Надеюсь. Жаль, что я не увижу маминого лица, когда ей все расскажут. Сэр, я благодарен вам. Но я не могу принять это предложение. Это почему? Я не могу оставить вас в такой момент. Не говори глупостей. Здесь вся армия, чтобы меня защитить. Вы мне не нужны. Что вы хотите? Чтобы вы уженились с моей дочерью, будешь спеть, рисовать, родить имени детей. Не помню, что там она еще говорила. Генерал Норфен, к Вашему Величеству. Вот видите, во дворце абсолютно безопасно. Даже Норфен не побоялся сюда прийти. Хотите его видеть? По правде говоря, нет. У меня много других дел. Поговори с ним сам. Хорошо. Зовите его, Фипс. Хорошо, сэр. Его превосходительство, премьер-министр. Где король? Ушел в свои покои. Мне нужно срочно с ним переговорить. Возможно, я могу. Не беспокойтесь, я могу подождать. Полагаю, Его Величество занят сейчас государственными делами. Простите, но это сигары короля. Положите на место. Я знаю. Соедините с Грантоном. У меня к нему поручение. Вы еще не вставали? Мы поищем более ответственного человека. Слушайте меня внимательно. А ты еще что? Это генерал Норфен. Да. Все готово к проведению операции. Хорошо. Это все. Что? Лорд Бертон? Его Величество. Зови его. Я с ним поговорю. Хорошо. Лорд Бертон. Это вы? Вы уже здесь обустроились? Да, король ушел в свои покои. Наверное, прячется под кроватью. Дам ему самое место. Как прошло сражение? Это битва. Это битва. Надеюсь, все хорошо. Но этот ужасный шум. Я теперь в неделю сну. Да, но мы выполняем наш долг. Если они немедленно не сдадутся в руки властям. На суд. Вот так. Почему на суд? Потому что я буду судить преступник. Благодарю вас за старание, Норфен, но я запрещаю вам действовать таким образом. Простите, сэр, но я уполномочен действовать так, как нахожу нужным. Я уже сказал, что намерен делать в этом случае. Премного вам благодарен. Иногда откровенность необходима. И я открыто заявляю, что здесь я главный и буду действовать как сочту нужным. Вы правы. Иногда честность просто необходима. А поэтому я хочу спросить вас. Что вам нужно? Хотите, чтобы была республика? Вы постоянно выставляете меня психом. Тогда вы же попытаетесь прибрать власть к собственным рукам. Мне чрезвычайно больно слышать подобные намеки. Это не намек. Это констатация фактов. Я глубоко возмущен этим. Что это? Артиллерия. Эти идиоты стреляют не в ту сторону. Что-то пошло не так, генерал? Я немедленно прякнущу этот кошмар. Думаю, уже достаточно. Я немедленно пойду и... Только шляпу не забудьте. Я, пожалуй, пойду в свой кабинет. Мой вам совет. Спрячьтесь куда-нибудь. Сэр, вам лучше пойти в более безопасное место. Скажите лучше, я могу на вас положиться? В любое время, сэр. Я хочу, чтобы принцесса Анна оказалась подальше от всего этого. Рентон будет ее сопровождать. Вы доставите их в порт, где они сядут на первый же корабль. В общем, так, у нас мало времени. Скорее берите машину и начинайте действовать. Вы уже готовы? Ну что это за взрывы? Артиллерия, дорогая. Похоже, враг отобрал у Норфена все орудия. И теперь они палят в нашу сторону. Я остаюсь. Ни в коем случае. Ну что ты делаешь? Ты думаешь, я уеду? Дитя мое, ты должна. Ты не можешь упустить такой шанс. Поздно, папа. Я останусь здесь, потому что люблю тебя. И сейчас мы должны быть вместе. Ты права, Анна. Полагаю, я должен заплакать от счастья. Похоже, они целились в покое королевы. Жаль, Фипс не здесь. А при чем тут Фипс? Что он сделает? Я приказал бы ему принести бутылку шампанского. Похоже, сейчас нам самое время напиться. Папа, это чудесная мысль. Ваше Величество. Ну в чем дело? Вам некто Фельман. Фельман? Он хочет вас видеть. Он настаивает на этом. Папа, не надо. Глупости пусть входят. Идите за шампанским. Может, мне лучше остаться. Делайте, что я вам говорю. Принесите шампанского, принесите бокалы. Может быть, Фельман захочет с нами выпить. Кто его знает? Давайте. Входите, доктор Фельман. Спасибо, сэр, что осмелились меня принять. Надеюсь, вас не смущает, что здесь такой беспорядок. Мы не можем обойтись без телохранителей. Я не вооружен. Можете, Бен. Так скажите, доктор, чему не обязан вашим визитам? Я бы не пришел сюда к вам, если бы не огромные человеческие жертвы, сэр. Ненужные жертвы. Я ценю вашу заботу о народе. Доктор, но скажите, зачем ваши люди атакуют дворец? Он что, нужен им для музея? Сэр, вы никак не хотите понять, что происходит на самом деле. Вы все время заперты здесь. Никто вам не рассказывает правды. Да, никто не трудился хоть что-то мне рассказать. Я понимаю, кто вы. Правитель нации? Вообще-то, доктор, я не правитель. Я всего лишь король. И вы считаете, что были хорошим королем? Ну, на официальные мероприятия я никогда не опаздывал. Мои речи были краткими. Я всегда был прилично одет. Когда появлялся на людях, я хороший семейник. Ну, что еще я должен был делать, чтобы лучше соответствовать этой должности? Даже не знаю. Подскажите, если вы знаете. Не позволить людям впасть в отчаяние. Не позволить? Вы преувеличиваете мою значимость, доктор. Ну, чего им еще не хватает? Скажите. Все дело в вас, сэр. Вовсе нет. У меня нет права вмешиваться в государственные дела. Мне даже не сообщили ничего. Тогда, сэр, от имени народа я требую вас отречься от престола. Что это? Что происходит? Здравствуйте. Здравствуйте. Соедините меня со штабом. Теперь вы видите, до чего довели народ. Здравствуйте. Мне нужен генерал. Король. Король. Это король. Что? К-О-Р-Л. Мягкий знак. Это срочно. Генерал. Немедленно прекратите все это. Мне все равно, чей это приказ. Вы должны подчиняться только мне. И немедленно. Спасибо. Ваши люди пытаются прорваться к дворцу, а армия ведет по ним обстрел. Объявите перемирие. Пусть все расходятся по домам. Это ничего не изменит. Нам нужно достичь какого-то соглашения. Предупреждаю вас. Если вы хотите мира, сэр, отрекитесь от власти и немедленно. Не думаю, что это заставит ваших людей сдаться. Сдаться на милость Норфена? Да вы шутите. Нет, нет, нет. Договорю вам. Я даю вам слово. Я верю вам, сэр. Правда? Спасибо, доктор. Это нетипично. Ваше Величество, к вам идет генерал Норфен. Вот так так. Доктор Фельман, я вас больше не задерживаю. Вам лучше спрятаться. Проводите доктора Фельмана в мои покои, и пусть переждет там, сколько будет нужно. До свидания, доктор. Я не хочу, чтобы о нашем разговоре узнали, особенно мои друзья, что скоро здесь появятся. Откройте! Бен, проведи его наверх. Пустите меня! В чем дело? Враг захватил вашу артиллерию? Это вы отдали приказ прекратить вести огонь? Да, я. Я приказываю вам немедленно прекратить вмешиваться в мои дела. Вы не можете мне ничего приказывать. И вмешался я очень вовремя. Я хочу, чтобы вы поняли, что здесь главный я. И я не позволю вам вмешиваться и никому другому. Вы не забыли, что говорите с королем? Это вы не понимаете, с кем говорите. Вы мешаете мне вести дела. Соедините со штабом. Возобновляйте огонь. Никакого возобновления огня. Я уже давно все решил. Я отдал приказ, и он останется в силе. Здесь я буду отдавать приказание. Я тут самый главный. А король все-таки я. Ну и что? Вы сами доверили мне управлять страной, поручив мне армию. Так что не лезьте не в свое дело. А вот теперь, Норфер, слушайте меня внимательно. Я по горло сыт вашим стилем работы. Тем, что вы лезете, куда вас не просят. И, наконец... О чем это вы? Давайте просто поговорим как мужчина с мужчиной. Мне уже все это надоело. Я надеюсь, что революция победит. Вот так. Вы государственный изменник. Очень возможно, что так оно и есть. Но по мне, лучше уж быть изменником, чтобы связываться с вашей армией и лично с вами. Слушай, это вас и штаба. Спасибо. Да, что? Да они трусы. Да, хорошо, я понял. Они сдались. Кто они? Кельман и Никольд. Мы будем их судить. Тогда, конечно, судить. Подумаем, как лучше их казнить. Думаю, не вы будете это решать. А кто же? Я. Вы. Мне не нужны ни вы, ни ваша армия. Ни ваш дурацкий парламент. У меня есть и другая поддержка. Какая же? Народ. Народ. С чего это вы взяли, что народ будет на вашей стороне? Что это с ним? Ты с ума сошел? Не волнуйся из-за него. Лучше выпей шампанского. Знаю, дорогая, но революция подавлена. И нам нечего отметить? Этот Норфан стал абсолютно невыносим. Он потерял всякое уважение. Знаю, я с ним поговорю. Что это было? Похоже на выстрел. Ну, что там? Произошла попытка покушения на генерала Норфана. Полиция выясняет, кто это был. На улицах беспорядки. Полагаю, сейчас самое время мне выйти к ним. Я бы не стал этого делать. Это опасно. Папа, пожалуйста, не надо подумать. Не беспокойся, милая. Если они даже по Норфану не попали, то уж по мне и подавно. Да, здравствует король! Папа, пожалуйста, не надо. Если я обо всём не позабочусь, то ничего не состоится. Его величество, король! Где ты был? Дорогая, не ругайся, я всего лишь готовился к свадьбе. Дай-ка я на тебя посмотрю. А где орден святого Кристофера? Его просто некуда прицепить. Уж найди куда. Как будто мне мало забот, чтобы ещё беспокоиться о том, как ты выглядишь. Ты куда? Искать этот орден. Я хочу, чтобы ты поговорил со мной. Поговорить о чём именно? Я не знаю, что с ней происходит, но похоже, пока меня не было, эта абсурдная революция пошатнула её рассудок. Если она будет так же вести себя во время церемонии, принц просто сбежит отсюда. А для вас это будет трагедией? Это будет катастрофой. И объясни это Анне, раз уж она слушает тебя больше, чем меня. Бог знает почему. Ты должен поговорить с ней очень серьёзно. Хорошо, я поговорю. Его величество король! Заходи, папа. Ну, что там ещё? Анна, присядь. Я должен быть с тобой построже, чтобы ты серьёзнее отнеслась к моим словам. Хорошо, папа, что мама просила тебя мне сказать? Анна, я хочу дать тебе один совет. Когда священник спросит тебя, согласна ли ты взять Уильяма в мужья, ты должна ответить, да. И ты не должна говорить, куда, по-твоему, ему лучше идти. А если я именно это собираюсь сказать? Сегодня лучше бы воздержаться от подобного. Если тебя что-то не устраивает, разберёшься, потом, когда выйдешь замуж, у тебя будет время, поверь мне. Да я скорее покончу с собой. И этого тоже не следует делать. Папа, неужели ты не понимаешь? У тебя был шанс во время революции, но ты отказалась. Я не могла, просто не могла. Неужели ты не понимаешь? Ты поступила правильно. Я был рад и горд, что ты сделала именно так. Но есть такое слово, толк. И ты обязана его выполнять, даже если тебе не хочется. Ах, если бы волнения начались снова. Принц Уильям Градский желает видеть её Королевское Высочество. Ну что, поговоришь с ним? Да, возможно, он передумал. Фипс. Запускай. Его императорское Высочество, принц Уильям Градский. А, Уильям, как дела? Что нового? Ваше Величество. Ваше Высочество. Мы приятно удивлены вашим визитом. Чем обязаны? Честно говоря, я пришёл посмотреть на невесту. Я ведь её почти не видел. Раз вытёд. Приветствую вас. Полагаю, вам найдётся, что обсудить вдвоём. Разумеется. Прекрасно. Я, пожалуй, пока пойду прокачусь на велосипеде. Полезно для здоровья. Не желаете ли присесть? Нет. Лучше скажите, зачем вы пришли. Дело в том, не знаю, как сказать. Вы обеспокоены нашей свадьбой? Да. Я так и думала. Я должен вам сказать, вы мне не нравитесь. Совершенно. И вы хотели бы избежать свадьбы? Разумеется. Тогда уезжайте, я и не думаю держать вас силой. Я сказал лишь, что не хочу жениться, но это не значит, что я не женюсь на вас. Тогда что вам нужно? Я хотел с вами поговорить. И сказать вам кое-что, пока мы ещё не питаем друг другу столь сильной антипатии. В конце концов, мне придётся жить с вами. Целых две недели. Меня это радует ничуть не больше, чем вас. Давайте вместе подумаем, как нам жить дальше. Вы живите как хотите, только не ждите от меня никакой помощи. Послушайте, Анна, я полностью готов забыть о моей неприязни к вам и делать вид, что по уши влюблён в вас. Ах, вот что. Хотите поиграть со мной в любовь? Прошу прощения. Фредди. Анна, что случилось? Что с тобой? Вот мужчина, которого я люблю и буду любить. Вижу. Я сильно в вас ошибался, Анна. Примите мои извинения за непристойные предложения вашей невесте. Она не моя невеста, а ваша. Но я люблю её. А я люблю тебя и не могу делать вид, что люблю кого-то другого. Не правда ли это неловкая ситуация? Да, это так. И мне искренне жаль. Не вас, а её. Ну что, всё уладили? Да, всё улажено. Значит, свадьба не отменяется? Нет, нет, Ваше Величество. Мы любим друг друга ещё сильнее. Прекрасно, просто прекрасно. Рад был вас видеть. А с вами мы встретимся у алтаря. Когда Орган будет играть торжественную музыку, и весь мир замрёт в ожидании. Замолчите. До свидания. Всего хорошего. Мои поздравления. До свидания. До свидания, Уильям. Странный юноша. Омерзительный. Ваше Величество, прошу принять мою отставку. Полагаю, вы хотите уехать, чтобы отвлечься? Да, сэр. Папа, я не переживу этого. Я покончу с собой. Ты просто читаешь мои мысли. Что? У меня назначена встреча с Фельдманом и его другом Никольдом. Так что, если мы не успеем отменить свадьбу сами, то она сорвётся из-за бомб, пуль, ну и всё в этом не будет. Сэр, но надо предупредить Норфена и полицию. Нет, Норфену совсем не нужно знать обо всём этом. Но, может, тогда лучше, чтобы церемония проходила прямо здесь, во дворце? Нет. Церемония должна проходить в церкви. Мы не должны разочаровывать народ. Не беспокойтесь, я уже обо всём позаботился. Папа, сжалься надо мной. Я в отчаянии. Я просто не знаю, что мне делать. Пусть делают, что хотят. Лишь бы этот кошмар прекратился. Пожалуйста, папа, помоги. Я так ему скажу. Я хочу представить их твоей матери. Её великое... Да уйди ты с дороги. Рентон, вот речь, которую я написала. Я хочу, чтобы вы произнесли её в конце церемонии. Да, Ваше Величество. Дорогая, что-то случилось. Да, если я лично не прослежу, они опять напишут в газетах. Совсем не то, что нужно. Я должна обо всём думать. Анна, ты не забыла, что через 20 минут ты должна быть готова к выходу? Да, мама. Я уже выучила наизусть все твои наставления. Скажи мне, что это с ней? Что происходит? Дело в том, что она только что разговаривала с принцем Уильямом, и, видимо, ей не по себе. Бедняжка. Бедняжка? Да она даже не может как следует сделать вид, что она влюблена. Вы помните день нашей свадьбы? Помню. Что вы тогда чувствовали? Каково вам было, о чём вы думали? Я помню, о чём я тогда думал. Я была полна решимости исполнить свой долг. У вас получилось. Но разве внутри вам не хотелось воспротивиться? Неужели вы не слышали тихого, но настойчивого голоса, который говорил, «Беги отсюда, пока не поздно. Ты имеешь право на счастье». Разве вам не стоило труда подавить этот порыв? Я подавила его. Моя ответственность возобладала над моей слабостью. Я не убежала. Я отправилась в церковь и прошла через это испытание. И когда позже мы вышли на балкон, чтобы поприветствовать народ, я улыбалась, чтобы они видели, что я счастлива. Да. Ту улыбку я до конца жизни не забуду. Это была фальшивая улыбка. И когда я увидел её, мне захотелось сказать, «Идите, идите к человеку, которого вы любите. Идите, пока не поздно. Не портьте себе и мне жизнь». Я и не испортила свою жизнь. Я вполне успешна. Я счастью служу своей стране и хочу, чтобы моя дочь продолжала эту достойную традицию. Бедняжка она. Она будет страдать. Генерал Норфен и лорд Бертон к вашим величествам. Господи, я совсем не хочу их сейчас видеть. Не хочу. Почему же? Честно говоря, мы с Норфеном немного повздорили во время революции. Что за ерунда? Не обращай внимания на этого идиота Норфена. Фипс, проводите Норфена и Бертона в соседнюю комнату. Я всё улажу. Идём. Ваше Величество. Ваше Величество, посол только что сообщил мне о готовящемся заговоре, чтобы сорвать свадьбу. И принцесса планирует сбежать. Сбежать с кем? Так вы не знали? С вашим секретарём. Кто вам это сказал? С сам принцу Ильям. А принцесса сказала ему, что влюблена в Рентона. Её поступки это подтверждают. Рентон арестован. Его уже допрашивают. И что вы намерены с ним сделать? Ваше Величество, у меня есть идея. Я предлагаю сослать его на побережье Южной Америки и пусть живёт остаток жизни в этой дыре. Нет, я его расстреляю. Генерал Норфен прав. Я готова собственными руками его прикончить. Думаю, казнь это слишком и вызовет пересуды. Думаю, ссылка будет куда разумнее. Но ведь можно никому и не сообщать об этом. Но, Ваше Величество, его отец может начать спрашивать? Да кому интересен его отец? Он же слесарь. Но его сын не слесарь. И не забывайте, Норфен, что Рентон старший поддерживал вашу компанию. Ну ладно, ладно, тогда просто сошлём его. Это просто немыслимо. Подумать только, всё это происходило во дворце на ваших глазах. А я об этом ничего не знала. Похоже, что и к лучшему. Фипс, пришли ко мне Бена скорее. Да, Ваше Величество. Кто начал эту возмутительную любовную интрижку? Это не интрижка, это любовь. Норфен, позаботьтесь, чтобы этот указ вступил в силу. Бен, я только что подписал указ о том, чтобы отправить Рентона в ссылку. Ты должен доставить его в порт и посадить на корабль. И какой корабль? Тепелилса, им командует капитан Рикли. Точно, передашь эти бумаги капитану. Они подписаны мной и генералом Норфеном. В них все указания. Имейте в виду, что это особо опасный преступник. И вы не должны отходить от него, пока судно не выйдет из порта. Да, вдруг он умеет плавать. Мы опаздываем на церемонию. Боже, это меня просто убило бы. К вам, доктор Фельман, вместе... Да пусть входит. А ему что нужно? Он говорит, у него назначена встреча с его величеством. Он пришел... Это правда? Что это значит? Это значит, что у нас с доктором Фельманом назначена встреча. Он один? Нет, сэр, не один. Как я уже давно пытаюсь вам объяснить, сэр, он пришел с мистером Никольдом. Никольд? Никольд? Его нельзя впускать во дворец. Ну, он уже здесь. Пусть его выгонят. Этого делать нельзя, мы должны быть с ним вяжливы, иначе он может расстроить свадьбу. Не забывайте об этом. Как они могут помешать свадьбе? Убить принца Уильяма, например, или еще что-нибудь. Хорошо. Пусть входят, я согласна. Так и быть. Но позвольте мне с ними поговорить. Вы должны доверить мне действовать самой, генерал. Пусть входят, Фибс. Да, ваше величество. Доктор Фельмэн и мистер Никольд. Господа, позвольте представить вам королеву. Ваше величество. Ну, а генерала Норфена, полагаю, вы знаете, говорите скорее, что вы хотели, потому что мы опаздываем на свадьбу. Насколько нам известно, вы сами обо всем прекрасно знаете. Ваше величество, после ожесточенной битвы, произошедшей неделю назад, революционеры готовы снова взяться за оружие. Они требуют, чтобы вы выполнили свое обещание. Какое еще обещание? Чтобы, наконец, была решена проблема с безработицей. Вы, генерал Норфен, отказались даже просто выслушать их жалобы. И правильно сделали. А какое я имею отношение к этому? Если в стране нет денег, что я сделаю? И что стало со 100 миллионами долларов, которые вы получили в Америке? Так вы хотите раздать деньги, которые я заработала собственным трудом? Нельзя думать лишь о собственных интересах. Нужно думать и о народе, иначе вы поплатите за свой эгоизм. Вы попомните мои слова? Можете говорить чуть тише. Я хорошо вас слышу. Я говорил вам, Фельман, нет смысла терять время на разговоры с этими людьми, Ваша Велич. Я пытался помочь вам принять разумное решение. Вижу, у меня не вышло. Я не намерен идти на поводу учебни. И если они не уймутся сами, то я найду на них управу. Вот увидите. Обещаю, вы сильно пожалеете об этом. Только пусть сегодня оставят нас в покое. Мы не должны ударить в грязь лицом перед послом. Нам нет дела до ваших планов. Наоборот, мы начнем действовать как раз тогда, когда вы будете подходить к церкви. Значит, уже сегодня нам с вами предстоит борьба. Не на жизнь, а на смерть. На смерть. И это вы во всем виноваты. Все, довольно. Убирайтесь. Идем, Фельманс. Меня хватит. Минутку. Я понимаю, что вы меня не в грош не ставите, но я не могу позволить вам выполнять мои обязанности за меня. У меня здесь очень интересный документ. Конституция нашей страны. Я недавно взял ее в библиотеке и прочел от корки до корки. И не поверите, там столько интересного. Ваше Величество, извините, я тороплюсь. Задержитесь немного, это ненадолго. Как я уже сказал, вчера прочитал Конституцию и был премного удивлен статьями, в которых говорится об обязанностях, функциях и правах короля. Генерал Норфен, я вправе распустить парламент. Что? Ну, это так. Ты что, совсем с ума сошел? С какой стати? Да мы здесь. Ваше Величество, государство не сможет существовать без парламента. Сможет, ибо государство-то я. Я не собираюсь даже обсуждать это. Вы подаете в отставку? Да. Чудесно. Я давно подготовил ваше заявление на всякий случай. Вот, подпишите. Так. Доктор Фельман, я назначаю вас премьер-министром. Вы сформируете парламент и будете следить за его работой. И вы готовы доверить управление страной этого преступнику? Невероятно. Норфен, все это время вы были чересчур высокомерны. И совершенно забыли, что у нас монархия. И все решения принимает король. Именно так, генерал Норфен. Ваше Величество, я солдат. Я буду продолжать служить своей стране. Отлично. Сказано, Норфен. Вы как раз сможете проследить за тем, чтобы новые законы вступили в силу. Вы поняли? Лорд Бертон, вам тоже найдется работа. Ваше Величество, я всегда к вашим услугам. Что ж, хороший дипломат нам пригодится. Спасибо, сэр. Вы прекрасно сыграли, и все получилось. Ваше Величество, ваш народ будет вас боготворить. Мы никогда не забудем вашей доброты. Вы самый лучший, самый справедливый король. До свидания, господа. До свидания, Ваше Величество. До свидания. До свидания. Зачем ты это сделал? Я хотел остановить свадьбу, и революция была единственным способом. Никто и не собирался ее устраивать. Ты все это выдумал, вся эта революция... Блеф. Как вы догадались? Я не дура. Я должен был избавиться от Норфена так, что пришлось пойти на крайние меры. Так что, в тайне от всех, и даже от вас, дорогая, я сговорился с доктором Фельманом и его другом Никольдом. Если бы ты посоветовался со мной, я бы избавила тебя от Норфена и без помощи этого Фельмана. Но я не жалуюсь. Самое главное, что Норфену больше дней. Свадьба состоится, и трону ничто не угрожает. И теперь мне никто не будет мешать управлять этой страной. Я счастлива, мой дорогой. Спасибо тебе за инициативу. Я знал, что вы будете довольны, дорогая. Мы уже опаздываем, нам пора выходить. Спускайтесь вниз, а я подожду Анну. Минуту. Когда вы с Анной будете проезжать по городу, и особенно когда будете выходить из кареты, ты должен просто светиться от счастья. Мы все будем радостно улыбаться, дорогая. Пипс. Да, сэр. Это ваш племянник. Да, сэр. Он играет в шашки. Думаю, да, сэр. Прекрасно устроим тренер. Нет, сэр, не стоит. Я отучу тебя от твоего снобизма. И еще. Вы... Вы хорошо меня поняли? Да, сэр. Слушаюсь, сэр. Папа, я готова. Дочка, милая, где бы ты ни была, и что бы ни случилось, помни, я тебя люблю. Неважно. Нам пора идти. Нельзя заставлять их ждать нас. Пока мы живы, мы должны вести себя так, как нам предписано. Ты винишь меня? А разве ты тут ни при чем? Но я пройду через это. Зато я больше никогда не вернусь в этот отвратительный дворец. Ваше величество. Он здесь. Пусть войдет. Фредди! Анна! Дорогая. Не позволяй мне сделать это. Умоляю, не позволяй. Не могли бы вы подойти сюда? Фредерик, вы берете эту женщину в жону? Берете. Анна, берешь его в мужья? Берешь. Обещайте, любите, почитайте, обещайте. Вот ваши обручальные кольца. Желаю вам счастья. И пусть никто не сможет разрушить ваш союз. Властью, данным не богом. От имени короля этой страны я объявляю вас мужем и женой. Бен, дай мне тот указ об изгнании. Папа, что ты делаешь? Приписываю слова и жену к имени Фредерика Рентена. Мы поженились? Надеюсь, что да. Фирс? Да, сэр? Вы с Беном свидетели. Спасибо, сэр. Вы уплываете сегодня на корабле Чапилью. Я подумал, что лучше вам все-таки пожениться до этого, иначе твоя мать, Анна, была бы весьма недовольна. Но, сэр, она что, об этом не знает? Пока нет. Папа, прости меня за все, что я говорила. Это не важно. Самое главное, что ты будешь счастлива. А теперь Бен доставит вас на корабль. Выполняй. Сэр, я хотел бы сказать вам... Я знаю, но не стоит. Вы только заикаетесь. Пока, дорогая, я все улажу. Не волнуйся за меня. Что же ты скажешь маме и принцу Елину? Я буду очень тверд. Я напомню им, кто король. Рэнтона, видите ее, она помнет мне китель. Пока, дорогой. Пока, милая, пока. И пусть накинет что-нибудь потеплее. Потеплее. Машите. Дурацкая шляпа. От нее вечно болит голова. Желаете прямо сейчас отправиться в церковь, сэр? Да, я отправляюсь в церковь прямо сейчас. Но я скоро вернусь. А ты пока расставь шашки. Конец. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ